Пролетарии всех стран, соединяйтесь именем Карла Маркса сегодня. Приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Сегодня у нас что такое капитал. Множество людей не знают, что такое капитал. Вот мы с вами сейчас разберем. И далее мы разберем, что такое капитал Маркса и что такое капитализм. Хотя у нас есть плейлист под названием империализм. Мы там все перечисливаем, что только можно про империализм и капитализм и так далее. Но, видимо, требуется этого более глубокого и детального пояснения. Итак, капитал. Это экономическая категория, выражающая исторически определенные общественные отношения производства. Более по-русски скажу. Это домохозяйственная, хозяйственная категория. Выражающая весь исторический, определенный, общественный, производственный, относительный уклад. То есть уклад отношений. Отношения. Капитал это не вещь, это отношения выраженные вещами. И так далее. Вот такие определения наверняка стыкаются, слышатся в обществе. Это не деньги, никогда не деньги. И всегда капитал это формула, выраженная этих общественных отношений. Деньги, товар, производство товар, деньги. Слово капитал. Слово капитал. Его современном экономическом значении появилось впервые около того времени, когда он сам возник как особое явление, когда движимое богатство стало приобретать все более и более функцию капитала, поскольку оно направлялось к присвоению прибавочного труда свободных наемных рабочих, привлекаемых к производству товаров. Причем слово это вводится в употребление первоисторически капиталистической нации итальянцами 15-16 веков. Это описывал Энгельс в Антидьюринге и Маркс Энгельс в сочинениях. Это том у нас 14, страничка 212. О возникновении и развитии капитала мы поговорим, когда будем рассматривать капитализм. Есть еще такой персонаж, как описывает ее Кристин Лагард, Прудон, который тоже вел этот термин в 19 веке, который он уже окуклился, сейчас существует. Уже после того, как Маркс дал определение коммунизма, его экономически-философских рубка 50-1844 года. Также капитал, если в древнем значении имеется, оно от слова капитус, от стада пасомого скота. Капитал, возвращаемся обратно, как общественное отношение возникает лишь на определенной ступени развития, когда рабочая сила, благодаря отделению непосредственного производителя от средств производства, становится товаром, а средства производства в руках класса капиталистов превращаются в средства эксплуатации наемного труда. Буржуазии капиталистов. Капиталисты это как бы крайняя степень из класса буржуазии. Рабочий класс, будучи свободен от средств производства, вынужден продавать свою рабочую силу классу капиталистов. Всякий раз, когда я говорю, что рабочий класс проститутки и капиталисты проститутки, я всегда уточняю, что рабочий класс вынужден быть проституткой. Он должен вступать в половые отношения, вынужденно продавать свою рабочую силу, как товар, кстати, классу капиталистов. Вместе с тем, простой товар... А вот капиталист, он проститутка в большей смысле слова, потому что давление частной собственности над ним, оно уже равно его желанию. Вместе с тем, простое товарное хозяйство, где формулой товарного обращения было товар-деньги-товар, вот всегда помните, комрады, никогда не путайте этого, пожалуйста. Пожалуйста, помните, что товар-деньги-товар это формула товарного обращения в простом товарном хозяйстве, в товарном производстве. Потому что товарное производство возникает раньше капитализма. То есть продажа одного товара ради покупки другого. То есть это обмен. Превращается в товарно-капиталистический. В который общей формулой движения капитала является то, о чем я уже сказал. Деньги, товар, деньги плюс прибыль. Еще производство можете поставить обязательно. То есть последние деньги это есть твоя уже прибыль. Высосанная из прибавочной стоимости. Деньги, товар, производство, товар, деньги. То есть покупка для продажи с прибылью. Этот избыток над первоначальной стоимостью, создаваемый трудом наемных рабочих, присваиваемый капиталистами, Маркс называет прибавочной стоимостью. Самовозрастание стоимости превращает ее в капитал. Процесс производства превращается в процесс производства прибавочной стоимости. Действующая рабочая сила, живой труд в процессе производства не только воспроизводит стоимость рабочей силы, это заработная плата, но и создает прибавочную стоимость. С точки зрения капиталистического производства весь этот процесс есть самопроизвольное движение, превращенное в рабочую силу первоначальной постоянной стоимости. Это Маркс Капитал в том и первом, восьмое издание 1935 года, страничка 148. При господстве капитала средства производства становятся средствами впитывания чужого труда. Теперь уже не рабочий применяет средства производства, а средства производства применяют рабочего. Вместо того, чтобы быть потребительными им, они потребляют его как фермент из собственного жизненного процесса. А жизненный процесс капитала состоит только в его движении в качестве самовозрастающей стоимости. Простое превращение денег в средства производства превращает последнее в юридический титул и в принудительный титул. Таким образом, средства производства в руках класса капиталистов становятся той материальной силой, то есть, что мы потрогать можем, которая им обеспечивает господство над людьми. То есть, в первую очередь, в умах, в умах, то есть, люди, материальное начинает давлеть, умы начинают подчиняться. Капитал в наиболее абстрактном своем определении, выступая на поверхности явлений, как самовозрастающая стоимость, выражает в скрытой форме производительные отношения между классом капиталистов и классом наемных рабочих. Делением капитала на постоянный. Постоянный – это у нас средства производства, сырой материал, средства труда, который не изменяет величины своей стоимости в процессе производства. И переменный – это затрачиваемый на покупку рабочей силы, который не только воспроизводит стоимость рабочей силы, но и создает сверхстоимость присваиваемому классом капиталистов. То есть, капиталисты присваивают себе. Маркс, он скрыл тайну создания прибавочной стоимости. Именно Маркс это сделал, то есть, до него этого никто не мог сделать. Таким образом, за вечной формой капитала им была скрыта особая историческая форма эксплуатации наемного труда при капитализме, а следовательно, переходящий характер капиталистических отношений. Всякий раз, когда вы слышите с экранов американского телевидения, что Маркс не прав, Маркс не прав, потому что они его боятся, как огня. Потому что он скрывает их вранье, их ложь, этих американских капиталюх. Ну, в основном их. Потому что они больше всего оперируют с классовой борьбой, но от Карла Маркса стараются открещиваться. Я про россиянских вообще не говорю. Эти вообще сказали, что эксплуатации уже нет. Поэтому капитал, пишет Маркс, это не вещь, а определенная общественная, принадлежащая определенной исторической формации общества-производственное отношение, которое проявляется в вещи и придает этой вещи специфический общественный характер. Капитал не есть сумма материальных и произведенных средств производства. Капитал это превратившийся в капитал средства производства, которые сами по себе также не суть капитал, как золото или серебро, сами по себе не суть деньги. Это Маркс, капитал, том 3, 8 издание, снова-таки, 35-й год, страничка 587. Природа капитала, как самовозрастающей стоимости, раскрыта экономической теорией марксизма во всей его совокупности. Открыв двойственный характер труда, создающего стоимость, Маркс научно обосновал историческое возникновение промышленного капитала. Раскрывая в своем учении о капитале все стороны капиталистического способа производства, Маркс дал анализ капитала, процесса его кругооборота, различных стадий и форм, и приобретаемых в этом процессе тех же форм и стадий. Маркс неоднократно подчеркивал, что капитал можно понять лишь как движение, а не как вещь, пребывающая в покое. Вот многие современные марксисты забыли напрочь это понятие покой. Вот они не шарят, а здесь Маркс вам пишет, ну там говорят относительный покой, да, относительный. Ну почему вы пропускаете покой, вашу мать? Есть покой, состояние покоя есть, да пусть оно относительно. Есть покой. А где вечный покой, бляха-муха? Вечный покой в мире идеальных вещей. В абстракции. Там ничего не движется, там нету движения. И не может там быть движения. И на этом есть и противоположность. Мира движения, то есть мира телесных вещей, где есть у нас относительный покой. И есть мир вечного покоя, где нету движения, где нету телес. Там, что такое свойство материи, что такое материя, да. Материя по Платону это не бытие, по Аристотелю это чистая деятельность. Что есть свойством чистой деятельности? Там мышление, например, да. А является ли мышление чистой деятельностью? Если мышление у нас там какими-то абстрактными моментами фигурирует. Опираясь на чистую деятельность. Маркс капитал, вот это вот говорил, в том и втором, в восьмом издании, ну на страничке 60. Дальнейшее развитие категории капитал в конкретной форме, в процессе производства и обращения взятых. В целом Маркс дает учение о кругообороте капитала, в определении основного и оборотного капитала. Дальнейшую конкретизацию категории капитал дает Марксово учение о торговом капитале и судном капитале. Ребята, мы это все рассматривали в деньги и кредит при капитализме и в СССР, пожалуйста, плейлист к вашему вниманию. Рассматривая капиталистические и производственные отношения как вечные и естественные, буржуазная политическая экономия на протяжении всей истории своего развития, либо отождествляла капитал с вещественной натуральной формой его бытия, либо пытаясь замазать и скрыть природу капитала, определяла его как некую социальную функцию, социальную функцию взята в кавычки, отделяя вещественную форму капитала от его социального содержания. Буржуазная политическая экономия не могла вскрыть историческое возникновение капитала. Представители классической школы в политической экономии отождествляли капитал со средствами производства и средствами существования рабочего класса. Ограниченные кругозором буржуазного общества классики не могли вскрыть специфическую форму эксплуатации наемного труда при капитализме. Вот вы слышите от этих капиталистов современных? Ну нету эксплуатации. Они не понимают. Они тупые нахуй. Вы понимаете? Многие из них. А многие из них просто специально вам лгут, вам врут. Они вам красиво лгут. Я вам тут с матюками рассказываю, потому что я в полностью угнетенном положении нахожусь. У меня выбора другого нет. А они вам сладко врут. А вам нравится сладкая ложь. Вам нравится. Вы ее насыщаетесь. Вы ее и живете. Когда классическая политическая экономия сошла со сцены, ее место заняла вульгарная политическая экономия, апологистическое отождествление капитала со средствами производства становится основой самого без остаточного прикрашивания и оправдания капиталистической эксплуатации. Для этой цели изобретаются различные теории капитала, как будущих благ, это Бэм Беверк, или социальные функции капиталиста-вероразборщика, это Петри, Штольмсман. Блять, инклюзивный капитализм этот, блин. Как ее, Ротшильдихи. Не путайте со Швабом. Шваб это просто лицо, на которое вы сагритесь. Грейт Ресет, Шваб. А вы на Линд Форест и Ротшильд, смотрите и слушайте ее. Пытаясь оправдать и увековечить капитализм, современные буржуазные экономисты ограничивают понятие капитала денежной формой, признавая за деньгами и кредитом капиталотворческие способности. Это Лифман, Ган, ну это буржуазная апологета, и тем не менее, Лифмана знать надо, читать надо, потому что это величайший теоретик трестирования и синдицирования. Трестови синдикатов по картелям, по монополиям специалистов. Общими для всех буржуазных теорий и капитала, каким бы наукообразными аргументами они не прикрывались, является стремление скрыть антагонистические отношения классов капиталистического общества, воплощающихся в капитале. То есть противоречия не скрывают, они их не устраняют, потому что, во-первых, я уже сказал, они идиоты, а во-вторых, они вруны, лгут они потрясающе. В условиях Советского Союза, то есть периода диктатуры пролетариата, демократии пролетариата, периода советской власти, периода ассоциации первичных продуктов производителей на базе общественной собственности на средства производства, то есть максимум до 61-го года. У нас сохранялся, ну до 57-го года у нас сохранялся еще в коей мере социализм. Эксплуатация человека человеком уничтожена, ликвидирована, а социалистическая собственность на орудии и средства производства утверждена как незыблемая основа нашего советского общества. То есть общественная собственность средства производства, она же есть социалистическая. Это стали на проекте Конституции Союза СССР. Отношение людей по производству выступает как непосредственно общественное. Победа социализма в Советском Союзе означает, что уничтожена экономическая основа, на базе которой возможно было превращение средств производства товара и денег в капитал. В социалистическом хозяйстве СССР средства производства выступают как основные фонды. Ну, сейчас я поясню. Социалистическое общество как материальная основа приложения социалистические об общественного труда, а рост основных фондов является средством укрепления социализма и поднятия материально-культурного уровня широких трудящихся масс. О финансовом капитале мы уже говорили в империализме. Тут товарищ Сталин, он вот это вот понятие капитал, а капитал что в сути своей такое? Это накопление, высосанная прибавочная стоимость, которая реализуется в итоге в виде прибавочной стоимости, то есть прибыли, надо продать. В Советском Союзе у нас вот это вот отношение, оно преобразуется в фонды, выступают как основные фонды накопления, социалистического накопления. У нас по-другому мы говорим. Есть капитал при социализме? Мать его, он есть. Формула эта сохраняется. Кстати, в Большой Советской энциклопедии не написана именно конкретно эта формула, которую я вам приводил. Деньги, товар, производство, товар, деньги. Там описана форма деньги, товар, деньги. Упрощенная и подразумевается деньги, третья, как прибыль. Не совсем верно, потому что нужно... Это верно, просто надо до конца доводить мысль, а там это вот не написали. Тут вот, там вот. Просто перешел на беседу как бы с вами непосредственно, немножко соскользнул на язык. Поэтому у нас выступает вот такая интересная ситуация, что капитал есть, но капитал утрачивает свой антагонистический характер, потому что классов нет, теряются противоречия. И, собственно говоря, нам нужно новое слово, нам нужно новое определение. Но назвали основные фонды накопления. Накопление. Капитал стал накоплением. Основными фондами социалистического строительства и так далее. Понятно? А это тождественные понятия, но не тождественные в понимании, когда мы говорим о капитализме и когда мы говорим о социализме. Слово одно, сущность разная. Понятно? Поэтому надо как-то разделить. Давай другое слово введем. Давай введем. Как будем называть? Основные фонды накоплений. Точно так же и с трестными синдикатами. Вот они... Вот от трестирования и синдицирования мы с вами как-то вот говорим. У нас на канале тоже есть. Но будем еще глубже и глубже уходить в это все. Трест, синдикат. Это что? Это объединение. Ну, главки... Ну, не главки были. Ну, был период главкизма. Ну, наркоматы стали. Ну, просто наркоматы. Да? Объединение. Слияние. Ну, на английском-то языке это траст, это доверительное отношение путем объединения. Все. На этом я заканчиваю. Благодарю всех за внимание. Сила в пролетарской правде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова